Друзья, мы на шанхайском автосалоне встретили, как всегда, бухих дизайнеров из России. Это Иван по кличке Затевахин. На самом деле Волков, да? Да. Здравствуй, Ваня. Молчи, ты пьяный. И мужчину зовут... Айдар. Айдарыч, ты откуда? Я еще не пьяный. Ты откуда? Я из Уфы. А мужчина из Екатеринбурга. За Уралье наше дарит европейским и китайским брендам своих дизайнерских орлов. Мужчина, как вы видите, работает на пенинфарину, да? Ты у нас интерьерщик, нет? Я экстерьерщик. Экстерьерщик. А Иван Затевахин по кличке, он интерьерщик, да? Ваня, где ты раньше работал? До этого я работал в Китае 5 лет. Я работал до этого в компании Грейт Волк. А до этого? А до этого я работал вот в этой компании, а до этого я работал еще и на Автовазе. А что твое на Автовазе? Мое все на Автовазе. Все его, да. Ну, это, в принципе, советский. А ты, брат, вот чем, сколько лет занимаешь с пенинфариной? Пенинфариной почти три. А до этого я был в Италии, работал на Бертоне. Так, а до этого? А до этого ты ходил в школу, да? А до этого я ходил в школу, под стол и так далее. Ну вот, пацаны, вы сколько лет уж в Китае, да, живете? Да, ну я живу уже 5 лет в Китае. Вот скажи, основное, так сказать, вот свойство китайцев? Давайте наоборот. Давайте наоборот. Да. Качество приезжего человека относительно китайцев. Да. Это такое качество, когда ты постоянно настрел. От чего? От всего. Ты боишься, что от... После Китая я ничего не боюсь вообще. А, выжимают, да? Да. Выжимают соки. А ты какого мнения, брат? Я на первый вопрос лучше отвечу. Мне кажется, основное, это не прямолинейность. Витива. То есть, витива, то есть, да, в отличие от, как у нас, да? Да. Оп, и пошел. Нахер так, нахер, брат. Вот туда. Ну, куда послали. Ну, пацаны, рады с вами познакомиться. Пацаны говорят, кстати, что у нас здесь до 18 дизайнеров работают. Уже трудятся. Парни, жмем вам руки. Будем ждать вашей работы. Следующая машина, над которой трудишься сейчас. Следующая машина, это будет электрический автомобиль. Для китайского, для китайского, да, внутреннего рынка. Это бренд, который побьет Теслу. Так, а у тебя? У нас тоже электрический автомобиль. Тоже будем бить Теслы. Короче, все, бить Луна Маска. Все, парни, счастливо. Но вы не вместе, правильно, в Шанхае? Так просто. Только детья. Хорошо. Пацаны, ну и новинка. Встречаем нашего товарища господина Алиева из Шкоды. Где? Вот. А он говорит, слушайте, а снимите Шкоду GT. Я говорю, а что за GT? Кадьяк. Вот у нас обычный Кадьяк. Отдевай внимание. А вот GT. Вы видите, что та же самая история, что у Тарамонта X. Да, для китайского рынка. То есть у нас падает крыша. Так, скошенный багажник. Ну, я уж не говорю о всяких приблудах из серии. Смотри. Двухцветные дверные ручки. Класс. Двух. Сверху хром. Сбоку краска. Потом всякие нашлепки там. GT. Все светится. Карбон. Идите сюда. Карбон. Хромовые вставочки. Ну, это все понятно. Цифровой дисплей. Но самое главное, что Кадьяк GT, да, это вот эта штука. Но самое-то главное, слушайте, пацаны, самое главное, что Шкодовцы сами не знают не только ответа на вопрос, появится ли эта машина в России, но неизвестно, появится ли она в Европе. То есть, этот кузов, ну, условно говоря, Шкода Кадьяк Люкс, сделан именно для китайского рынка. То есть, китайский рынок является заказчиком, заказчиком типа кузова. То есть, ради китайского рынка уже автопроизводители делают особые кузова. Ну, интересно смотрится. Очень интересно смотрится. Потому что в обычном все-таки, в обычной, да, в обычной жизни Кадьяк, он гипертрофированно длинный автомобиль. Да, потому что он сделан на базе лонг-версии Тигуана. А вот с этой скошенной задней стойкой, с маленьким третьим стеклом, да, в этой стойке, в общем-то, машина, честно говоря, играет новыми красками. Давайте посмотрим. Эх! Нет, ну, места более чем достаточно. А над головой? И над головой. Скос, он начинается как раз вот за подушкой. Вернее, за задним этих, ну да, подголовником. Вот, ну и в белом цвете, ну, понятно, белый цвет, он самый популярный. Почему-то люди считают, что машина должна быть белой. А знаешь, почему это так происходит, Иваночек? Потому что белый цвет, конечно, увеличивает зрительный объем. Вот, но на самом деле, я бы не сказал, что это самый выигрышный цвет для рубленой формы. Очень близко, да, по форм-фактору, но по типу кузова, да, к тому, что в качестве концептов здесь представлено. Не, ну, неплохо смотрится. Мне кажется, на российском рынке бы автомобиль зашел. Вот, какие у этой прекрасных женщины тонкие, худые плечи. Знаете, вот, вот ничто так не выдает возрасту женщины, как раскачанные плечи. Слушай, ну это прям какая-то звезда у них, смотри. Да, да, вот, давайте отсюда поснимаем. Да, да, прекрасно, прекрасно. Вот, видите, они еще и шутят, и смеются. Пряники жуют. Вообще, китаянки классные, правда? Особенно после Конфуция. Я имею в виду китайскую водку от 28 и выше. Короче, все, ребят, познакомились с нашими дизайнерами, вот, и с машиной, которая, возможно, когда-то... А, вот смотри, да? Единственное, может быть, узковатая задница получилась издалека. Товарищ, sorry. Чуть-чуть, да? Вот, чуть-чуть. Чуть-чуть, но не хватает, наверное, тенденции, которая сегодня укоренилась в автопроме. Это какой-то вот элементов во всю ширину, такой яркого элемента, светодиодного фонаря или хотя бы грома. Здесь сбоку отлично все. С крышей хорошо. Да, но все. Ставим Шкоде, Шкоде чайно пятерку.